Девушки отдыхают 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 снимают просто бывают всякие нареки я вот только недавно посмотрел свой любимый есть такой очень крутой канал называется ток потрясающий просто ролики документальные тут и соответственно вчера только вышел новый ролик про жизнь наркоманов ну и смотришь так на людей которые употребляют конечно жуть чем не хватает жизни не понимаю губится я просто-напросто так у меня рука всего задобела за 3 минуты 20 здесь на улице понимаете да поэтому пока что прервусь истина истинные глаза сколько людей все ведут на работу метро все в черном свечу а а я чешу вы уже узнаете это здание мне кажется каждый раз смотрите мои два с половиной подписчиков и сразу они таки говорят а он к другу ну а к Артемам поехал ну да а че еще че еще делать вот расскажу вам маленькую историю хотите значит вчера общался с соседом на кухне сидели перед чаем и он рассказывает что как-то не может позвонили ночью в дверь звонили звонили они не открывали испугались а потом там стали кричать полиция вот а там жили 10 человек по моему мигрантов таджикистан киргизы и так далее соответственно они открыли дверь вот полиция говорит что их соседа нашли он торговал героин мальчику но жизнь такая началась можно сказать и все ну как по мне так конечно такой тип это ужас все остальное но губить человеческую жизнь вот так вот в 40 выйдет просто рецептистом который ничего не знает все пропустил всю жизнь вообще просто вот мне через три года будет 40 я понимаю что я уже прожил достаточной жизни ну не это не знаю что надо сдохнуть завтра я имею ввиду что достаточно много всего я увидел узнал было момент в жизни я чуть не упал интересных классных вот но говорить о том что вот все в 40 лет он выйдет на свободу и просто из-за ошибки молодости ну как по мне то знаете вот если прямые какие-то угрозы например человек убил да да и вон до закрыть он просто представляет конкретную опасность если он побил кого-то ну да надо пообщаться поговорить если будет второй раз то и вон до закрытого же вот чтобы он подумал немножко об этом ну а вот что касается наркотиков тут я думаю тоже опять же нужен первый раз попался с ним как-то пообщаться с ним может быть на месяц уход в какой-то трудовой лагерь там ему показывают как можно зарабатывать деньги как пройти в общем вот и ну если он и второй раз попался третий и так далее ну наверно будет третьего достаточно то да я согласен что нужно человека сажать может быть не на двадцать лет на пять хотя бы вот ну если он с наркотой вот так вот попался первый раз его сажать на двадцать лет его сажать на двадцать лет и убить всю его жизнь не знаю по-моему это запредельно вот так могу сказать очень много соли я говорю по наркотике вот и я вам этот выпуск наверно будет касаться как-то конечно пропаганда ни в коем случае наоборот просто порассуждаю насчет вот этих наркотиков потому что вот как раз таки посмотрел ток и сосед вот рассказал мне историю я так подумал а а ток целый документальный фильм снял то есть час пятьдесят четыре идет фильм два часа и я весь его посмотрел многие на ютюбе не могут ролик больше чем не знаю 10 минут посмотреть руку менял блин сначала нажал на блокировку ладно продолжаем но суть в том что ну вот этот ток снял фильм и там получается рассказывали сначала про людей которые лечатся с помощью церкви например то есть они уходят в такой храм очень далеко далеко и там соответственно ну полностью за хозяйством следят и так далее друг друг помогают и постепенно приходит какое-то нормальное жилье это в принципе вариант еще видел я варианты где ну с помощью медицины они там общаются они говорят всем здрасте я наркоман Григорий например Георгий вот а я всем отвечаю здравствуй наркоман Георгий ну как по мне это конечно такие но ток показал все варианты возможные в России как можно лечиться да о еще носит Сатурн можно многое сказать на самом деле это прям такой знаковая планета но это прям вот посмотреть все у одного шумерса все вот там летали уход в атак смотрите это такое берешь сам себе делаешь масочку ножничку короче очень жестко очень жестко от чего она только психологически она тебя спасает и это еще от страхов спасает бедных кассиров которые так оооо айва кстати мощная что у нее есть какие-то нюансы но ооо айва я так люблю вообще она тут крута но я только вчера купила его поэтому пока не буду брать ооо пенсионеры ходят пытаются найти что-то подешевле так где-то здесь почему эти средства которые бы Артем сказал листерин листерин которая ополаскиватель типа такой так вот рабочие молодцы посыпали все просто вчера здесь просто был каток и невозможно было идти людям сейчас более-менее нужно идти хотя бы это хорошо у нас солнечно уже такой закат можно сказать в 3 часа дня закат вот а я иду на работу я ок красивая погода сейчас и сейчас вообще потрясающе просто великолепно идет легкий снежок такой вот и я бегу домой, закончил свою работу. Что могу сказать? Конечно, стрёмно, когда ученик у тебя на уроке кашляет. Ты ему говоришь, ну, маме, не наденьте на ребёнка маску, потому что он кашляет. Прямо постоянно кашляет. Прямо настолько, что прям очень. И дело не в коронавирусе, а просто в том, что он распространяет в любом случае какие-то бактерии, бациллы, поэтому почему бы не надеть маску именно тогда хотя бы о революбе. А она говорит, ой, да нет, это он перехладил ноги и у него поэтому кашляет. Я думаю, ну да. Короче, сомнительно, конечно. Хоть я и против этих масок, но если ты реально болеешь, почему бы... У меня даже был момент, когда вообще до коронавируса и до всей этой херни с ним у меня был момент, когда мой друг Артём заболел гриппом. Я вышел к нему навстречу, я надел такую маску велосипедную, которая сейчас используется тоже. Вот, я её надел, и ничего страшного в этом нет. Блядь, как холодно, боже. До того, как это было мейнстримом. Мейнстримом, так сказать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok